Здравствуйте! Сегодня на авансцене, расположившейся в одесском дворике, живая сбывшаяся мечта миллионов. Единственный выходец из Украины, почти Одессит, добившийся успеха в Голливуде, Вадим Валерьевич Перельман. Здравствуйте, Вадим! Здравствуйте! Вадим Валерьевич Перельман. Американский кинорежиссер, сценарист и продюсер украинского происхождения. В 1977 году, в возрасте 14 лет, вместе с матерью эмигрировал в Канаду. В 2006 году стал действительным членом Американской академии кинематографических искусств и наук. Если мы начнем перечислять все ваши звания и награды, у нас на это уйдет вся передача. Ну, а двух умолчать нельзя. В 2003 году ваш фильм «Дом песка и тумана» участвовал в трех номинациях на «Оскар». Буквально месяц назад вы получили три премии ТЭФИ. Скажите, когда 15-летним мальчиком вы покидали родной Киев, вы думали, мечтали об этом? Я не думал и не мечтал об этом. Я просто ехал из Советского Союза в непонятное будущее. Я понимаю, что это решение принимали не вы. Расскажите о своих корнях, расскажите о своих предках. Ну, я родился в Октябрьской больнице в Киеве. Меня принесли на Саксаганского 2, где была коммунальная квартира, где мои дедушка и бабушка жили с многими людьми. Потом мы жили на Горького, потом на Саксаганского. Опять, только уже ближе к вокзалу. Корни были еврейско-украинские. Семья, я не сказал бы, суперинтеллигентная, но у нас всегда были книги, у нас всегда были, может, даже кино в каком-то смысле в нашей жизни было, потому что папа был в институте в Москве. У него были очень все знаменитые друзья. Отец работал главным инженером Киевской электростанции? Да, на Украинке. Он погиб в 32 года. Мне было 9 лет, он погиб по дороге обратно с этой ГЭС. В автокатастрофе? В автокатастрофе, да. И я остался с мамой. И с мамой мы решили вместе, это мое решение было, кстати, поправить тебя. Мое решение было уехать. И мама согласилась, потому что я сказал, давай уедем отсюда из этой страны, из этой смерти, из этого всего. Потому что все тогда у нас, бабушка моя, дедушки, я остался один с мамой. Мы решили уехать из Советского Союза. Куда уехать не знали, в Москву или Монголию, как заменитая песня. И она не знала, я тем более. Куда уехали в Москву или в Монголию, он знать не знал, а я тем более. А я тем более, да. В общем, ну, поехали сначала в Вену, потом в Рим. Потом в Риме долго ждали визы, куда попасть. И многие страны предлагались. Мы выбрали, не мы выбрали, а нас выбрала, в конце концов, Канада. Знаменитым вы стали в большом кино. А до большого кино было, ну, где-то около 200, может быть, больше, может быть, меньше рекламных роликов, как их называют, или клипов, или commercials, как это называется на английском языке. Скажите, вам никогда не приходила в голову идея создать большой художественный фильм, как мозаику, как калаш из нескольких десятков вот таких роликов? Поскольку у вас же есть действительно очень серьезный опыт, вы считаетесь одним из таких ведущих специалистов с мировым именем, именно в производстве рекламы. И можно, конечно, относиться к этому снисходительно и говорить, что война и мир – это война и мир, Роман Толстого, а какое-то рекламное объявление – это ерунда, но, тем не менее, это тоже искусство. Да, конечно. Это меня научило многому опыт. У меня сейчас из этих 200 плюс реклам, которые я снял, я скажу, что ни одной ситуации сейчас я не могу столкнуться ни с одной ситуацией в художественном фильме, который я уже не снимал. С волками снимал, и с детьми, и с пожарами, с наводнениями, и с комедией, и драматические ролики, и там, как люди едят что-то. В общем, это все было, это все добавило мне опыта и как-то убавило, ну, до какой-то степени страх съемки, самого процесса съемки. Читая о вас, я сталкивался с тем, что вот первый фильм Вадим снял в Голливуде, и сразу этот фильм стал известным, популярным, но этому первому фильму предшествовала долгая и долгая, кропотливая и не всегда, как говорится, успешная работа с этими роликами. Ну, известен не только театральный квадрат, но есть еще так называемый и кинематографический квадрат, который гласит о том, что автор пишет про себя, режиссер снимает про себя, актер играет про себя, зритель смотрит про себя. В ваших работах, а из большого кино это как бы счет такой, два-два, две известных голливудских работы и два сериала в России. Вот где вы в «Доме песка и тумана», где вы в мгновениях ее жизни с Умой Турман, где вы в сериале «Пепел», где вы в сериале «Измены»? А в «Доме песка и тумана» я везде, это для меня был первый фильм, который я увидел в этом романе, когда я прочитал, увидел себя, увидел наш эмигрантский опыт, все, что мы прошли. В полковнике из этого фильма я увидел моего отчима, в жене полковника увидел мою мать, в себе, себя я увидел в одно и то же время 13-летнем мальчике, который, как известно, трагической ситуацией появляется. И в этом полицейском тоже, который бросает семью, детей, уходит из-за идеалистических каких-то моралей своих, уходит из семьи и все рушит. Очень много параллелей. Кэфи, например, главная героиня, которая играла Дженнифер Коннелла, это была моя первая жена во всех аспектах, даже голос ее подделали. Так что в этом фильме намного больше. Второй фильм, я думаю, это более такие тематические темы, которые интересовали меня всегда. Тема совести, тема лояльности к друзьям и тема кармы, если есть такая вещь. Тема кармы, что если ты делаешь... Судьбы. Судьбы. Судьбы, да. У вас же еще есть как бы и артистическая история в кино, и в пепле вы конвоер-палач, да? Вот. А ведь меня наглую гопник. Да, гопник и интеллигент. И интеллигент. В начале 15 серии. Ну, не знаю, какой интеллигент, но человек в кепочке. Вот, если мы затронули артистическую сторону, конечно, на мой взгляд, артист, он главный в театре, а в кино все-таки главный режиссер, поскольку он там царь и бог. И вы когда-то пошутили и сказали, ну, муравьиный бог, но все равно, все равно бог. Так вот, об артистах. Вы работали с трижды оскароносным Беном Кингсли. Вы работали с Умой Турман. Вы работали с Владимиром Ашколом и Евгением Мироновым. Вы работали с Еленой Лядовой и с Чаупан Хаматовой. Есть ли разница в работе со звездами и в работе с теми, кто звездой не стал и, возможно, никогда не станет? То есть, вот, ваша работа с теми, кто играет главные роли, и ваша работа с теми, кто играет в эпизодах, кто играет, может быть, промежуточные роли. И вообще, вот, о вашем подходе к работе с актерами. Это очень важно. У меня подход такой, что слово «звезда» в процессе работы никак не влияет на меня. Звезда, они могут быть медийные, они могут быть популярные, они могут быть очень редко, я сказал бы, на Западе, в Голливуде, в Европе, совпадает звезда и хороший актер. Они способны, конечно, они должны быть способны, но хороший, гибкий, глубокий актер и звезда – это разные вещи всегда. В России или в наших странах здесь СНГ? Постсоветские, как мы называем. Постсоветские страны, да. Я бы сказал, это больше пересекается, потому что все люди, о которых мы говорим сейчас, Хаматова, Лядова, Машков, Миронов, Гармаш, знаменитые люди, они еще хорошие актеры. Хорошие, я говорю, хорошие – это слишком общие. Они способные, великолепно одаренные актеры. Там это так особенно не бывает. Например, Ума Турман я не считаю хорошей актрисой вообще. Она не хорошая актриса. Она умеет три вещи и делает их хорошо, и все. Но она помогла собрать кассу, она помогла собрать финансы для фильма и все дела такие. Так что в этом смысле они имеют свою пользу. Работать с ними, меня всегда спрашивают, как была работа с Бен Кингсли, первый фильм. Не страшно бы тебе было, не был ты немножко антимиллерий этой ситуации. Нет, совсем нет, я скажу, потому что… Ну, не могу, я бы совру, если скажу, что совсем нет. Были, конечно, мысли немножко, но я переборол их и играл наглого режиссера. Это моя роль была. Наглого, самоуверенного режиссера. И я бы сказал, что с такими актерами такого уровня, как Бен, как Миронов, тоже, как Гармаш, как Дженфер Коннелли, не надо работать. Слядывай, Лена, не надо работать. Нет вот этого… Если ты машешь руками, пытаешься что-то объяснить, особенно после дублей, поправляешь, делаешь что-то так, это значит, ты не тех людей выбрал для роли. Значит, они не поняли роль, потому что они все способны тебе дать все, что хочешь. Все, что, все, что… У них есть своя… У великих актеров, хороших актеров, есть своя интерпретация персонажей. И они эту интерпретацию обычно выдают на первом дубле, потому что они об этом думали или просто интуитивно выдают. Если у них спросишь процессы, я спрашиваю, мне интересно было, как это все делается. Потому что я никогда не читал Станиславского, никогда не… Для меня это все школы актерства и какие-то определенные, твердые правила никогда не существовали. Они говорят, больше всего я читаю, и я смотрю в глаза человека, с которым я играю. Я играю от него. Вот так, вот партнера. Партнера, да, в сцене. Я играю от него. Если этот человек хреновый актер, я играю хреново. Если этот человек хороший актер, я играю хорошо. То есть как бы напротив зеркала они стоят. Да, они играют, они отражаются в человеке, с которым они играют. Это, я думаю, то же самое в театре, никакой разницы. Нет, даже больше в театре, потому что человек не стоит за камерой. И по голосу читает обратное дело, подыгрывает, а действительно играет. Так что, и в общем, я им даю свободу. Я им даю свободу интерпретировать персонажа, интерпретировать поведение персонажа в этой сцене, и как оно относится к большому. Вот как оно относится к большому, вот тогда начинается моя работа. Как дирижер оркестра больше всего. Я немножко поднимаю тут, немножко опускаю тут. А там свет, а там актеры, а там у меня художник по костюмам, а там, в общем, вот оркестр мой сидит, и я их все вместе играю. По нотам, которые написаны писателям. Вот премьеры последнего голливудского фильма прошло 9 лет. Что эта пауза означает? Это стечение обстоятельств? Это интриги? Или вам с ними по-прежнему не о чем пить? Нет, я считаю, что это последний. Мне с ними не о чем пить, но я не откажусь. У меня есть определенные факторы, которые для меня нужны, чтобы согласиться на проект. Качество, конечно, материала, оно должно меня зацепить эмоционально, я отказываюсь от очень многих проектов, и тут, и там. И вот все вот эти звезды должны сойтись планетой. В одном, знаешь, я должен быть свободен в этот период времени, должны платить хорошо, тоже важно, и материал должен быть хороший, чтобы меня вдохновить. И вот эти, если они не совпадают в этот момент, тогда я не делаю работу просто. Я сижу и жду. Или еще, я всегда говорю, это как в цирке крутить тарелочки. У меня 8 палочек, и на каждом тарелочке, когда одна начинает качаться, я подбегаю и крутану ее, и в конце концов с этих тарелочек нужно есть. Хоть с одной. Так что они лучше будут чистые, когда их крутишь. Вадим, и в доме, и в мгновениях, я имею в виду мгновения ее жизни, и в пепле, история заканчивается трагически. Что вас привлекает в этом жанре? Я считаю, это как греческая трагедия, которая была одна из первых форм театра. Вообще, стори таллинг первое. Я считаю, что это чему-то учит. Она решила сделать оптимистический какой-то, и спустить. Вы хотели измены к этому жанру привести, да? Я хотел, чтобы она просто, чтобы наша... Или открытый конец. Нет, не открытый, а действительно закрытую историю, ей уходящей самой по улице. Без подъезда мотоцикла. С автоинспектором. Да, да. И для меня это был правильный конец. Если быть последователем нашим моралям, что измена — это хреново, что измена — это ранят, что измена — это больно, как много раз говорится в нашем фильме. Даша посчитала, что это правильный конец, и я, как писатель, отдал ей это. Хотя мог поменять. Вот, наверное, уже 10 лет обсуждается проект фильма, посвященного трагедии Бабьего Яра. Я знаю, что у вас есть сценарий, я читал этот сценарий когда-то. Я думаю, что не один у вас есть сценарий. Я думаю, что он не один. И вот ничего не происходит. Проходит одна годовщина, проходит другая годовщина трагедии, но ничего не происходит. В чем причина? Нет денег, нет воли, нет какой-то ситуации, нет возможности как-то... Да, воли есть. Денег можно, конечно, если дать это сильному продюсеру, который побегает по фондам израильским, Яд Вашем, фонд кино, украинский фонд кино, и европейские какие-то деньги, или даже частные деньги богатых евреев, скажем, людей, заинтересованные в этой теме. Это можно собрать. Это ужасная работа. Многие... Мы сталкиваемся с... С боязнью этого... Этой темы. Хотя много раз... Вот сейчас последний вариант, который написали Дяченко, Марина и Сергей, знаменитые писатели, фантастические... Украинские, украинские. Украинские, которые в Лос-Анджио сейчас живут. Мы с ними... Я с ними работал. Над этим мы написали великолепный сценарий, который смягчает в какой-то степени... Не смягчает то, что случилось, а смягчает целое, как кино, как фильм. Потому что там противоположат всему этому ужасу, всему этому маршу, и концу, конечно, Баби-Мьяри, противоположат сказкам, которые они придумали, которые бабушка... У меня главный герой бабушка и мальчик. И весь фильм это марш с квартиры до оврага. И она рассказывает мальчику сказку, чтобы его как-то оградить от волнения, от страха, от ужаса, от всего, что случится. Она рассказывает сказку, как мальчик становится... учится становиться птицей. в каком-то сказочном мире. Это наш мальчик играет в этом мире. Мы идем по маршу, потом мы идем в сказку, потом мы идем по маршу, опять в сказку. Очень великолепный эмоциональный сценарий, который вот только сейчас мы начинаем опять поднимать. Были многие варианты, и у всех есть многие варианты. Очень много режиссеров хотят это сделать. Этот проект. Но сделать его правильно, это не так легко. Я знаю, что вы долго на потом откладывали поход в большое кино, который успешно состоялся. Знаю, что на потом вы откладываете и серьезное занятие литературой. А вопрос вот какой. Вы на каком языке напишите первый роман? На английском. До сих пор я владею английским лучше, чем русским. До сих пор. Как слышите и видите. Я считаю, да. На английском. Вадим, переходим к таким достаточно коротким и ваконичным вопросам. Вы верите в Бога или только в себя? Я верю в обоих. В обоих. Такой более safe ответ. В обоих, да. Как отвечал один известный юморист, он говорит, ну для вас я атеист, а для Бога я в конструктивной оппозиции. А в загробную жизнь вы верите? Да. Религиозность и обрядность для вас одно и то же или это разное? Это разные вещи. Одна вещь поддерживает другую, естественно, без одной не было бы другой, но можно быть религиозным и не быть обрядным, как я, например, и можно быть обрядным и не быть религиозным. Обрядным и творить без предела. Просто ходить два раза в синагогу в год, просто потому что это так полагается. В чем, на ваш взгляд, принципиальная разница между национализмом и патриотизмом, если таковая существует? Я считаю, что патриотизм – это вера и защита души отечества. Что это вера в людей. А национализм – это вера в политическую систему государства. Так что вот в этом и разница больше. Какой бы фильм вы порекомендовали посмотреть всем? «Похитители велосипедов», как всегда я говорю, потому что это для меня… Витория Десико. Витория Десико, 49-й год, да. Я считаю, что это совершенный фильм во всех аспектах. В актерском, в конце, конец, который просто сумасшедше классно придуман и сделан. Ну, в общем, великий фильм. Посмотрите все. Какую книгу вы бы порекомендовали всем прочесть? Я бы сказал «Catch 22». «Уовка 22», «Джозеф Хеллер». «Джозеф Хеллер». Это одна из моих любимых книг. Потом я бы сказал, может быть, «Мастер Маргариту». Тоже на меня. Я ее очень поздно в своей жизни прочитал. Ну, мне было уже 30 с чем-то, когда я прочитал эту книгу и был поражен ее качеством. И, конечно, классики юмора, которые Войнович, Ильф Петров. Ильф Петров. Да. Стихи Высоцкого все должны читать. Скажите о вашей мечте, о которой можно сказать сухо. Моя мечта творить. Моя мечта, я сказал бы, такая эгоистическая мечта, чтобы у меня была возможность и была возможность, чтобы я жил достаточно долго, чтобы еще пять проектов сделать, которые люди будут, которые как-то повлияют на людей. Один известный поэт сформулировал тремя существителями, что для него поэзия. Он сказал, что поэзия для него – это мысль, образ и музыка. Вадим, а вот если бы вам поставили задачу три существительных, что для вас кино? Ну, кино, кинематограф, занятия этим всем. Я бы сказал, это первая и самая бытовая это организация. В этом деньги тоже входят в этот сет. Я бы сказал, слова и картинка. Какой ты видишь Украину через 10 лет? Я вижу ее лучше, чем сейчас, естественно. Лучше в смысле того, что ближе к Европе и более независимую, которая она уже почти есть. Я вижу лучше. Я вижу лучше во всех аспектах. Сегодня на авансцене был Александр Мордань и выдающийся кинематографист мирового уровня, человек, без которого Украина не полная, Вадим Перельман. Спасибо. Спасибо. Спасибо.